24 марта мировая общественность отмечает Всемирный день борьбы с туберкулезом. Заболевание это известно с древних времен. Несмотря на то, что медицина постоянно развивалась, данная проблема не стала менее актуальной. Люди болеют, поэтому инфекционному заболеванию уделяется особое внимание. И не только в день борьбы с туберкулезом. Это заболевание социальное, является инфекционным, распространяется аэрогенным путем через инфицированный воздух. Источником являются в основном больные туберкулезом, может быть больные животные. Передается при кашле, чихании, разговоре от больного туберкулезом. Это заболевание необходимо своевременно выявлять. У детей это иммунодиагностика, а в первую очередь это вакцинация. На первом году жизни проводится вакцинация детей, вакцина БЦЖ или БЦЖМ. Ну и иммунодиагностика, это реакции МАНТУ и Диаскен-тест. У взрослых, начиная с 17 лет, это рентгенофлюорографическое обследование, которое каждый должен ежегодно проходить. Ежегодно в этот день для того, чтобы привлечь внимание обрещан к актуальной проблеме, на улицы выходят активные волонтеры городской организации Белорусского общества Красного Креста. Белая ромашка – символ дня борьбы с туберкулезом. И именно под таким названием традиционно проводится акция, в рамках которой, помимо информационно-профилактической работы, осуществляется и благотворительная деятельность. И в этом году волонтеры не остались в стороне. С самого утра они отправились на одну из оживленных улиц города Советскую, чтобы кому-то напомнить, а кому-то рассказать о серьезном заболевании. 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. Традиционно Белорусский Красный Крест совместно с Брестским противотуберкулезным областным диспансером проводит акцию «Белая ромашка». Установлен пульмаскан. Желающие при наличии документа удостоверяющего личность могут пройти флюорографическое обследование. И также наши волонтеры информируют население о путях передачи и также о мерах профилактики туберкулеза. Также волонтеры собирают пожертвования, которые будут направлены на помощь больным туберкулезным, особо нуждающимся. Сегодня общество осознает серьезность проблемы и готово делать все возможные шаги для профилактики и пресечения распространения опасной болезни. Что 24-го отмечается день туберкулеза, однозначно не знала. А вообще флюорографию проходить нужно обязательно, потому что это очень ответственная процедура. У меня папа умер от рака легких, поэтому лучше профилактически пройти процедуру флюорографии, чем последствия разгребать. Любые волонтеры – это благо в нашей жизни, потому что есть много ленивых людей, которые просто, условно говоря, не дойдут до поликлиник, но не хочется им туда идти. А тут идут мимо в магазин, а тут стоит, опа-на, флюорография почти с доставкой на дом. Про туберкулез нам очень часто рассказывали в школе, агитировали нас также на других акциях. Вот в Краснокрест нас тоже агитировали, что есть такое заболевание, как туберкулез, оно передается очень легко. И сейчас у нас Краснокрест проводит такую акцию, как напоминание о туберкулезе, делают у нас бесплатную флюорографию, рассказывают. Также дают пожертвования на нуждающимся, кто у нас болеет туберкулезом. Кроме акции «Белая ромашка», Брестская городская организация «Красного креста» проводит неделю профилактики туберкулеза в своих первичных организациях и учреждениях образования, здравоохранения и на предприятиях. Продолжение следует...